Итак, я бы хотел, чтобы мы с вами перешли ко второй части нашего замечательного, замечательной лекции. Это инновационный экономический механизм восстановления и сохранения лесов и лесополос. Итак, несколько слов немножко издалека. Вот как нам может вот это Парижское климатическое соглашение помочь, чтобы спасти наши российские леса? Ну, казалось бы, совсем странная вещь. Но когда Тиота, еще в 97-м году, российская делегация отстаивала российские интересы, был ряд стран, таких как Европейский, как Япония, которые говорили, нет, 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 нам только техногенный путь развития. Мы понимаем, что глобальное изменение климата происходит из-за того, что в атмосфере накопилось большое количество парниковых газов, к которым относится и СО2 как один из главных. Они там образуются от того, что сжигается газ, уголь, нефть и другие углеводороды, которые с момента начала, уже как 150 лет, с момента начала промышленной революции, человечество их активно кидает то в топку паровоза, то в доменную печь, то автомобиль заливает в виде бензина или некоторые прогрессивные уже в виде газа заливают. Вот, все это сжигается и вылетает в атмосферу. Вот у нас происходит постепенно глобальное чуть-чуть изменение климата. Я бы как почевовед от себя еще хотел добавить следующее, что население у нас выросло в 7 раз. В 900 году было около миллиарда, сейчас 7 миллиардов. Если вы пролетите на самолете куда угодно, кроме России, вы увидите, что все возможные территории распаханы и превращены из лесов в сельхозугодий. Лесов практически не осталось. А лес это та естественная поглотительная система, которая как раз абсорбирует СО2. Вот у меня тут есть деревце, которое растет у нас на кафедре, и оно тоже потребляет СО2. Вот я вам хочу такую очевидную, но невероятную вещь сказать. Все деревья, которые выросли, они в почве только укореняются. А вся биомасса этого дерева, она преврастает из воздуха, потому что лист в процессе фотосинтеза поглощает СО2. И этот СО2 является строительным материалом для всего дерева. И вот те прекрасные леса, которые мы видим, это все у нас произошло из воздуха. Так вот, сейчас переходим к существенной части. Каким образом можно составить вот этот принцип торговли парниковыми газами? Что это не какая-то крамола, а на самом деле действующий экономический механизм. Вот родилась эта идея торговать выбросами в Соединенных Штатах. Россия и Европа, они шли по пути штрафов, налогов. Вот если предприятие выбрасывает столько, сколько оно выбрасывает, то тогда оно должно заплатить либо штраф, если выбрасывает больше, то тогда штрафные санкции. Если выбрасывает столько, сколько выбрасывает, то тогда платить по тарифу. Вот. Соединенные Штаты придумали другой рыночный экономический механизм, который был заложен в основу Теотского и следующего за ним Парижского климатического соглашения. Применился он в 60-е и 70-е годы прошлого века, когда, вы помните, были, активно шли кислотные дожди, и от кислотных дождей уже значительно стала страдать экономика. Вот. И тогда надо было включать какие-то действенные механизмы. И вот этот действенный механизм был реализован, вот, предположим, у нас с вами есть территория какая-то, да, территория штата или территория края, или территория, определенная территория. И на ней есть, для простоты вопроса, предположим, есть два заводика, которые выбрасывают в атмосферу парниковые, ну, или тогда кислотные дожди, или некоторый объем выбросов из труб этих предприятий у нас выходит. Этот объем мы как бы накрываем таким пузырем, поэтому это называется принцип пузыря, что больше, чем вот этот вот объем, выбрасывать нельзя. Так договаривается общество, так договаривается государство с членами этого общества, так договаривается экономическая составляющая этого общества, вот эти предприятия говорят, да, 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 хорошо, мы больше, чем вот этот вот объем, чем мы сейчас выбрасываем, выбрасывать не будем. И таким образом мы стабилизируем вот эту вот картинку. Но экономика развивается и мы хотим потреблять все больше и больше различных продуктов и различных машин и так далее. И мы вот этот вот объем между вот этими предприятиями делим пропорционально их выбросу. Вот предприятие А, предприятие Б, они выбрасывают сколько-то и пропорционально этому выбросу вот у нас возник вот этот вот пузырь. Да, если у нас, естественно, общество хочет развиваться и если у нас возникает еще потребность в выработке какой-то новой продукции, то заявляется какой-то завод, который хочет здесь тоже выбрасывать в атмосферу кислотные дожди или парниковый газ. Здесь сам принцип объясняется. И вот он говорит, хорошо, я возникну, я прихожу сюда с новыми, самыми последними технологиями, с самыми лучшими технологиями. И мне необходимо войти, вот выбрасывать не больше, чем договорилось вот здесь сообщество с государством, с людьми и с бизнесом. И, соответственно, вот это предприятие, которое сюда, на эту территорию заходит, оно говорит, хорошо, давайте я тогда выкуплю у предприятия Б какой-то объем. По какой цене оно выкупит? Ну, по договорной цене, потому что оно приходит на предприятие Б и говорит, слушайте, вот вы можете ведь установить у себя фильтры или вы можете поменять технологию, которая будет выбрасывать немножко меньше парниковых газов, чем выбрасывал на сегодняшний момент. И предприятие говорит, ну да, но зачем нам это делать? А новое предприятие говорит, ну мы вам заплатим за установку этого оборудования и смену технологий. Вы меньше будете в итоге тратить входящих ресурсов и у вас будет экономия. А мы вам заплатим денег за то, что у вас выкупим вот этот вот объем для того, чтобы новое предприятие могло войти вот в эту систему. И таким образом между предприятием Б и С возникает торговля. И общий объем выбросов у нас не меняется. У нас возникло еще третье предприятие на этой территории, которое дает рабочие места, которое обеспечивает новой продукцией. И общество у нас от этого выигрывает. У нас получается больше ВВП и окружающая среда у нас остается такой же чистой. Но на этом дело не заканчивается. Вот государство говорит, что через пять лет мы этот объем пузыря уменьшаем. И все предприятия, находящиеся на этой территории, они должны будут выбрасывать чуть-чуть меньше. Вот пропорционально вот этому объему. И тут, конечно, эти предприятия начинают говорить, ну позвольте. Вот мы сюда вошли, на эту территорию, с совершенно новыми технологиями. И нам просто нечем войти в новый, так сказать, цикл и уменьшить вот этот вот наш объем выбросов парниковых газов. А то предприятие, у которого куплены, на территории которого уже установлены эти фильтры или помененная технология, он говорит, ну мы тоже уже уменьшили. Вот у нас получается суммарно вот какой достаточно большой объем и как нам это уменьшить. И тогда предприятия B и C обращаются к предприятию A, которое еще на тот момент не участвовало вот в этой сделке. И говорят, слушай, давай мы тебе поменяем технологии, поставим фильтры, но ты сократи, пожалуйста, не так, как тебе предписывает государство по вот этой вот красной прерывистой линии. А ты сократи больше, сократи еще и мой объем предприятия C и предприятия B. И вот это предприятие A, оно сокращает значительно больший объем и продает эти квоты вот этим двум предприятиям. Вот в этом, собственно, и заложен смысл торговли выбросами парниковых газов. Мы будем уменьшать количество парниковых газов, поступающих из наших антроподенных источников, но при этом у нас не будет страдать экономика. У нас будут появляться новые рабочие места и будут новые налоги платиться. Но при этом будет окружающая среда становится все чище и чище. И именно такой путь предлагала как раз Япония и Евросоюз. И сейчас Евросоюз по нему именно идут. Но хотелось бы также отметить, что есть ряд государств с большими территориями, у которых есть лесная составляющая. Это и Россия, и Соединенные Штаты, и Бразилия, и Канада, и Австралия. И все вот эти страны в 1997 году в Киото сказали, нет, мы не согласны. Мы не согласны. И запись о лесах появилась уже после того, как официально переговоры закончились. Они шли до пятницы, а тут вот переговорный процесс еще остался до субботы. И чуть ли не в воскресенье появились вот эти вот записи о том, что лесным проектом быть. Что Соединенные Штаты, Россия и другие государства могут реализовывать на своей территории лесные проекты, которые поглощают парниковые газы в процессе фотосинтеза. И вот это вот будет входить в существенной составляющей в компенсацию выбросов вот этих промышленных предприятий. Поэтому к вот этой вот картиночке, которая у нас сейчас возникла, следовало бы добавить, что у нас возникает еще возможность расширения этого пузыря. За счет того, что появляются леса. И вот эту картиночку я как раз изображаю на следующем слайде. У нас есть промышленные предприятия, которые выбрасывают парниковые газы. У нас есть авиация, которая выбрасывает парниковые газы. У нас есть транспорт. У нас есть просто мы с вами, жители, физические лица, которые отапливают свои квартиры и ездят на машинах. Вот это все, весь срез общества. Мы выбрасываем парниковые газы. От этого происходит изменение климата. И там тают шапки. И Алтай скоро тоже должен растаять через 50 лет. Но эту составляющую как бы научную мы оставим с вами за кадром. А сейчас я бы хотел остановиться именно на этом экономическом механизме. Каким образом он устроен? У нас есть стрелочка нижняя, которая показывает, что есть определенные цены, мировые цены на СО2. В Европейском Союзе эта цена самая высокая. Она колеблется 26-28 евро за тонн. В Соединенных Штатах эта цена стабилизирована на 17 долларов за тонн. В Российской Федерации это все гораздо дешевле. Это все можно сделать все лесные проекты или часть, значительную часть лесных проектов. Можно значительно улучшить экономическую составляющую, если хотя бы по 2-5 долларов продавать эти тонны. Соответственно нам нужен экономический механизм. Нужна торговля вот этими парниковыми газами. Тогда где-то на территории у нас высаживаются леса. И эти леса мы точно можем с вами посчитать, сколько они поглотили парниковых газов. И вот это представляется к зачету на промышленным предприятиям или авиации. И мы можем им представить вот такие вот климатически нейтральные сертификаты. Или если данное предприятие не полностью компенсировало свой углеродный след, то мы можем им представить такой значок с желтеньким листочком, как климатически дружелюбное предприятие. Чтобы подчеркнуть, что это все не только из головы выдумано, конечно над этим думают великие ученые. И я стараюсь об этом, только этим и занимаюсь уже последние 20 лет, с 2000 года, когда я защитил диссертацию и в диссертации прописал этот экономический механизм. Но и крупные предприятия, международные и российские, они тоже уже участвуют в этом процессе. Хочу показать несколько таких примеров. Вот компания Google, она сказала, мы будем климатически нейтральной компанией. И мы понимаем вот эти вызовы, которые ведутся с таянием ледников и те вызовы. Мы понимаем, что сейчас происходит промышленная и даже не столько промышленная, а энергетическая революция. И для того, чтобы осуществить прогресс в плане ветровой, солнечной и электроэнергии, нам необходима мощная система аккумулирования энергии. И Google сказал, вот мы выпускаем акции на рынок, и мы продаем их. И собрали на этих акциях достаточно средств, чтобы несколько лет большая группа ученых могла изучать в Калифорнии то, как мы можем лучшим образом сохранять электричество. Другая компания, Microsoft, вот казалось бы, IT-технологии, да, но они потребляют огромное количество CO2. Каким образом? Они поедают электричество. Электричество у нас вырабатывается на теплоэлектростанциях. И, соответственно, оно поставляет и там огромные блоки систем, греются эти машины. Их надо охлаждать, кондиционировать. Вот. И компания Microsoft еще тоже в рамках Киотского протокола сказала, мы тоже будем климатически нейтральны. Все перелеты, которые осуществляются сотрудниками, они осуществляются, компенсируя углеродный след. Вот как раз Microsoft и сделал интересный пример. Они сделали шесть лесных проектов на территории всех континентов, где растет лес, и компенсируют полностью свои выбросы парниковых гадов. Но тут есть и курьезные такие маркетинговые ходы. Понятно, что бизнес за счет этого и может развиваться. Вот тут есть ряд наименований пива, которые также выпускаются под брендом климатически нейтральны. Но я бы хотел, наверное, остановиться на нескольких российских примерах о том, что российский бизнес об этом тоже задумывается и идет в этом направлении. Вот компания, вы видите здесь значок, русалок. Они варят алюминий. Варим алюминий нас энергии Саяно-Шушенской ГЭС. А в Китае или в Америке варится алюминий за счет сжигания угля. Поэтому выхлопы в атмосферу парниковых газов значительно выше. И поэтому Русал в 17-м году выпустил новый бренд алюминия АЛОУ. Алюминий с низким углеродным следом. И какой следующий ход? Конечно же, у него стали покупать этот алюминий такие бренды, которые заявляют о своей климатической ответственности. Это там BMW, которые выпускают двигатели алюминиевые. Это Nestle, шоколадки во что заворачиваются. Это Apple, который здесь тоже изображен. И они определенные модели выпускали с алюминиевым корпусом. И тоже заявляют о своей климатической ответственности. Они говорят, что мы постепенно, шаг за шагом, будем снижать углеродный след. И можно зайти на страничку Apple и посмотреть, какая у них есть стратегия по снижению выбросов парниковых газов. Таким образом, таким крупным компаниям, корпорациям, как Apple и другим перечисленным, выгоднее купить климатический нейтральный алюминий с низким углеродным следом. Потому что именно он будет снижать углеродный след продукции машины BMW или там Apple-овского телефона или компьютера. Вот, еще хотел бы привести еще один маленький пример. Например, это Архангельский целлюлезно-бумажный комбинат, вот здесь вот АОК. Они с самого начала, еще до Киотского периода компенсировали выбросы парниковых газов. И это одна из немногих российских компаний, у которых нет проблем с получением зарубежных кредитов. Поскольку они, вот это мне на семинаре, мне и всем участникам семинара рассказывал директор целлюлезно-бумажного комбината. Они говорили, мы приезжаем в Европу и рассказываем о наших экологических составляющих, и нас 80% времени банки слушают по тому, какие мы экологичнее. И за 10% оставшегося времени мы просто подписываем необходимые договора инвестиционные о том, что необходима следующая порция инвестиций для развития этого бизнеса. Таким образом, и я бы хотел еще отметить, что вот тут вот малое количество просто крохи тех компаний, которые сейчас в мире становятся климатически ответственными, и они задумываются о своей климатической прогрессе. Так, дальше о том, что вот климатический поезд, международный, мировой бизнес, он уже, можно сказать, летит с огромной скоростью, и все мировое сообщество уже, задумываясь о климате, есть даже новое такое понятие, как дивестиции. Наверное, вы все слышали понятие инвестиции, а дивестиции – это обратное понятие инвестициям, когда бизнес или, скорее, это даже пенсионные фонды, они забирают деньги из грязных производств. И такие примеры есть на международном уровне, но есть и, также и российские примеры. Климатический поезд из 187 стран, стоя 87 вагонов в этом поезде, он уже такой мчится в светлое будущее, без загрязнений окружающей среды, и вот хорошо, что Российская Федерация в прошлом году подписала это соглашение. И здесь я бы хотел сказать немножко о существующих рынках. Вот есть рынок в Евросоюзе, там цена 26-28 евро за тонну. Есть достаточно давно сформировавшийся рынок, еще во время Киота-2, по 17 долларов за тонну, Калифорния, там часть Канады и значительная часть Соединенных Штатов тоже входит в этот рынок. Есть новый родившийся рынок, это китайский рынок, где 6-9 долларов за тонну СО2. Он сначала разросся в 6 провинциях или 7, потом этот эксперимент удачно был переведен на федеральный уровень, и Китай это все теперь на общей территории делает. Вот. Есть Российская Федерация, где есть себестоимость вот этих вот проектов весных, которые составляют 2-5 долларов за тонну, но пока что рынка нет, и нам необходимо составлять новое регулирование. Вот Дмитрий Анатольевич Медведев, будучи премьер-министром, год назад сказал, что закон о регулировании выбросов парниковых газов вступит в силу в течение года. Он будет подписан и вступит в силу. Существенное в нем есть такой момент, то что в нем как раз заложены были рыночные механизмы. Но как ни странно, рыночные компании, такие как угольщики и те, которые добывают и производят углеводороды, они не заинтересованы в торговле выбросами парниковых газов. И поэтому РСПП сейчас затормозило вот этот вот процесс прохождения этого закона и более того, выкинуло из него рыночные механизмы, которые не позволят нам торговать парниковыми газами. И какие вызовы возникают в результате этого, я сейчас вам об этом расскажу. Вот еще хотелось бы добавить, какие рынки парниковых газов существуют, о нескольких мы уже сказали. Есть еще, так сказать, добровольные рынки парниковых газов. Это Gold Standard и Vera. Это один европейский рынок, Gold Standard. Вера достаточно большой американский рынок. И на них активно торгуют еще и Латинская Америка, и Африка, и другие страны. Вот из России, к сожалению, там практически нет никаких проектов. И таким образом мы, Россия, теряем выгоду, экономическую выгоду. Мы теряем инвестиции, которые бы могли прийти в наше сельское хозяйство, в лесное хозяйство, для того, чтобы сохранять эти системы. Еще о будущих рынках хотелось бы сказать. Вот недалекое будущее, 21-й год, система международных авиаперевозок, и КАО договорилась о регулировании выбросов парниковых газов от авиации, системы Корсия. И там возникнет система торговли. И тоже возникает вопрос. Вот Россия будет в этом участвовать? Россия сможет привлечь инвестиции на посадку и сохранение лесов с этих новых рынков? Или это будет упущенная возможность, упущенная выгода? Еще я бы хотел сказать о таком существенном моменте, как New Green Deal. Это новая программа Евросоюза, которая была опубликована в марте этого года, и которая говорит о том, что в Евросоюз будут введены таможенные пошлины на продукцию из стран, не имеющих углеродного регулирования. Вот здесь я бы хотел еще раз обратить ваше внимание и внимание всех слушателей, что будут введены таможенные пошлины на границе с Евросоюзом из стран, не имеющих углеродного регулирования. Вот Россия на сегодняшний момент не имеет углеродного регулирования. И Россия является одним из крупнейших поставщиков газа, нефти, угля, металла и другого сырья в Европу, где это дело перепроизводится, добавочная стоимость, основная получается, и производится высококлассная продукция в виде машин, самолетов, всего остального. Так вот, Евросоюз введет таможенные пошлины, когда будет возиться туда наше сырье. И, например, уголь, вот он стоит 30-35 долларов на мировом рынке. У него в своей структуре в одной тонне угля содержится 3,8 тонн СО2. Одна тонна по вот этой табличке даже, да? Естественно, они будут просить заплатить таможенные пошлины по той рыночной цене, которая есть на рынке. По 28 евро за тонну. Соответственно, наша продукция должна будет заплатить, наши компании должны будут заплатить по вот этой однотонна умножить на 3,5 на 28. Это получается немножко больше 100 долларов за тонну. Это ввозная пошлина, да? Соответственно, ввозить уголь станет в Европу совершенно невыгодно. И ввозить и газ, и уголь, и нефть, и даже металлы. Даже металлы станет не так выгодно ввозить, если возникает такая вот таможенная пошлина. Какой выход из этой ситуации? Выход это создание внутреннего российского рынка торговли выбросом корняковых газов. С тем, чтобы российские предприятия, предприниматели могли бы на внутреннем рынке купить эти объемы СО2, которые им необходимо, компенсировать их по 3-2 доллара за тонну и продать в Евросоюз уже без углеродного следа свою продукцию. Ну, а теперь давайте перейдем к следующей части нашей лекции. Это непосредственно я вам расскажу об Алтайском лесном проекте, об этом уникальном экономическом механизме, который был нашими учеными воплощен в рамках ТТР. лекции л мою м л л л Продолжение следует...